Добрый вечер уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте сразу перейдем к делу, посмотрим календарь. На завтра у нас решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Советую приглядеться к этому событию. Правда оно будет все тречка. Дальше ВВП Канады. Несколько новостей сразу 18.30. На среду ВВП Австралии, но это будет очень рано утром. Смотрите по возможности. Дальше у нас, как вы знаете, уже, наверное, если не забылись, начало месяца. В пятницу будет нонфарм. И уже перед нонфармом начинаются новости, сопутствующие новости. И вот в среду будет 18.15. Новость по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Поэтому стоит уже присмотреться. Вообще неделя обещает быть горячей. В четверг. Ну, в четверг с вами встретимся на моем канале. Ссылочка будет в описании. Вот выступление председателя ФРС. Можно будет наблюдать 22.05. Все, перейдем к терминалу. Посмотрим евро. Здесь я уже начертил возможные варианты событий. Значит, по евро у нас установился нисходящий тренд, довольно-таки уверенный. Имеется у нас не сильная линия поддержки. Но, тем не менее, горизонтальные уровни хорошо себя отрабатывают в зеркальном варианте. Поэтому, смотрите, если у нас цена пробьет над горизонтальный уровень, то можно рассчитывать на то, что когда она вернется обратно, она столкнется с зеркальным уровнем и в этой зоне можно будет продавать. Также имеется вот такая наклонная линия сопротивления. Она достаточно под высоким градусом, высоким углом. Поэтому, входить на продажи здесь нужно, конечно, осторожненько. Смотрим дальше. Фунт-доллар. Фунт-доллар также имеет уровень поддержки, такой не особо сильный. Но, по сути дела, то же самое, прогнозирую, то же самое, как и с евро. То есть, после пробития его, рассматриваем зону продаж в этом месте. Если приглядеться поближе, то давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Да пока ничего существенного. Также можно наметить линию сопротивления. Но она та же, как и на евро, достаточно крутой угол в нее. Смотрим дальше. Биткоин. Биткоин, значит, демонстрировал сильную коррекцию. Уж в новостях там начали пророчить ему падение. Ну, на самом деле, я не думаю, что это падение. Думаю, что это просто коррекция. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь есть для работы в этой коррекции. Так, ну, пожалуй... Только если вот эти вот консолидации треугольные здесь... Ну, они тоже достаточно далеко как-то. В принципе, можно рассмотреть вот здесь на продажу. Хотя, только если совсем краткосрочно. Потому что биткоин очень сильно летает у нас прям. Так, еще вот здесь вот я наблюдаю такую вот какую-то консолидацию, да? Вот. Вот такой уровень. Возможно, если он будет возвращаться обратно, то можно здесь рассмотреть покупки. Вот в этом месте. Пока что, я думаю, все. Так, просили меня по доллару посмотреть. Но не понял, доллар к чему. Ну, вот возьмем канадец. Баллар канадец. Так, на Аш-4 у нас такой мощный разворот наметился наверх. Давайте посмотрим, что у нас, какие варианты здесь есть. Так. Вот здесь был уровень сопротивления. Возможно, он еще сохранил свою силу. Я бы вот здесь рассмотрел сделки на покупку. Так. Ну, если поближе посмотреть, то думаю, стоит иметь в виду вот этот уровень сопротивления. Также, возможно, вот этот уровень поддержки. Ну, конечно, далековато, но может себя проявить. Пожалуй, пока все. По золоту. Что у нас по золоту? Золоту продолжает снижение. Продолжает снижение. Ну, здесь могу вот что приметить. Это, конечно, не совсем классический вариант. Но, тем не менее, вот у нас есть вот этот минимум и вот этот вот максимум. Когда вот так вот через прорыв они появляются, то то они, по сути, как бы поддерживают друг друга. Иногда вот такие вот редко появляются фигуры. В данном случае можно рассмотреть это в качестве зоны сопротивления, если цена пойдет дальше вверх. Ну, вообще, конечно, тренд вниз достаточно сильный. Будем рассматривать вот здесь продажи от этого уровня сопротивления. Тут вообще намечается, как будто треугольник. Ну, посмотрим. Также можно, да, если это будет все-таки треугольник, то ну, скажем так, если цена пойдет вот здесь дальше наверх, то будет треугольник формироваться. И тогда можно будет вот эту линию поддержки для себя взять на вооружение. Если цена пробьется вниз и будет возвращаться сюда, то это будет зеркальная зона. Вот. Если же сейчас он сюда не пойдет, а прямо пойдет дальше вниз, то треугольник и вот эта вся линия, она будет уже неактуальна. Все, посмотрим нефть. Нефть продолжает восхождение. Так, наверное, я здесь рисовал в прошлый раз линию сопротивления, да, которая, как мы видим, особо не оправдалась. Хотя, как ни странно, после того, как цена была пробита, да, с обратной стороны она почему-то оттолкнулась. Но, видимо, восходящий тренд достаточно мощный. Вот сейчас ориентироваться на продажи не стоит. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так, здесь у нас есть. Ну, во-первых, вот такая вот зона поддержки. И вот такая, да. Также линию сопротивления обозначить хотел бы вот так вот. Я думаю, в рамках вот этих вот линий поддержки сопротивления и будем искать входы на покупку и продажу. Вот, пожалуй, все на сегодня. Желаю всем хорошей торговой недели. Хорошего нон-фарма. Заходите в четверг на мой канал. Желаю всем удачной торговли. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok